Мотобол 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 Сарёв в то время во Франции играл. Когда они пришли, говорит, мотор посильнее, чем роток съехал. Австриевский новый. Удобный мотоцикл. А сейчас? А сейчас еще удобнее. Сейчас надо кушать побольше, чтобы держать его. Сейчас вообще любые мотоциклы. Конечно, восхищаемся. Мотобол в начале 60-х начинался с дорожных мотоциклов. Потом Комбровский завод начал выпускать специальный мотобольный мотоцикл. Кубатору 175. Уже второй этап был. Потом перешли на кубатору 250. Теперь же современные газгазы, ТМ, Кавасаки. Все это за эти 60 лет прошли. Вот такой большой эволюционный путь. Некоторые говорят, что мотобол – умирающий вид спорта. Но в видном ему умереть не дают. Каким образом он дается? Вот такой вопрос. Потому что действительно бытовые условия – это большое. Не будет никто вот так просто, допустим, выкладываться, если у него не будет какой-то финансовой поддержки. Потому что нам опять повезло. Когда Голыба, Советский Союз, развалился, в принципе, команды бы уже давно не было. И вот Васильевич Голубов, будучи тогда главой администрации, приняли решение и ввели в бюджет Ленинского района команду «Металлур». Премиальные идут за выигрыши, а выигрыш мы практически выиграем все время, поэтому набегают. Ставки самые… оклады маленькие, ставки, но за счет того, что команда не проигрывает, ну, более-менее набегает. Жиру не весимся, но с голоду не умираем. Полное взаимопонимание, что команда должна жить, команду поддерживает. И мы уже сейчас стоим. Очень приятно, когда Министерство спорта области после каждой игры, после каждой игры, игра за каждое, часов 8-9 вечера, мне звонит, говорю, здравствуй, это дежурный Министерство спорта области. Вот сегодня, когда бы прошла игра, как сыграл «Металлур». Большое спасибо администрации теперь же городского округа, что не бросает команду. Полное взаимопонимание и полная поддержка. Огромное спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Алексей, ну меня, конечно же, интересуют игры с «Колосом». Мы видели трансляцию про мотобол. Они вас просто по полю валяли туда-сюда. Что это было? Вот на ваш взгляд, вы стояли на воротах, вы все это видели. Что это было? Что там происходило? Была нормальная мужская бойня, в принципе. Но надо понимать, что это две самые сильные команды России. И у каждого спортсмена, безусловно, есть такое спортивное чувство собственного достоинства, которое не позволяет уступить. Очень сильный удар Семенов принял, видите, просто вот сейчас он получил травму. Победу иногда люди пытаются добывать любой ценой. Но тут опять же надо вернуться к тому, что есть правило. Люди должны следить опять же за ситуацией в игре, не давать накаляться страстям каким-то, пресекать грубую игру. Жесткая игра должна быть должна. Она должна быть грубой, безусловно. Андрей Павлов, тренер команды «Металлург». Пытается узнать, что произошло. Ну, очень мощный, сильный удар у Сергея Крошки. Мы видим, что скорая на поле. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Алексею не привыкать, потому что он очень много принимал таких мячей. Ну, видно, неудобно. Было знатное Рубилово, по-другому это не назвать. Смешались кони-люди, потому что в этой темноте ничего не было видно. Но, прежде всего, я считаю, что это было упущение организаторов. Люди там живут долгое время и знают, когда там элементарно начинает темнеть. Колосу надо что-то на это предложить. Ну, конечно, грубостью сносят Ивана. Сейчас будет розыгрыш. Эмоции уже закончились, потому что игра прошла. Мыслей нет никаких. Уже все обсудили. Мы что-то будем делать? Сейчас будем раны зализывать. 70% наверное на завершение. Вот мы видим, опять нарушение. Да, жесткая игра. Ну, нервы, нервы. Антон Гусев лежит. Ну, не похоже на Антона, чтобы он симулировал. Побили нас синим. Все синие, все всадены. Владимир Сосницкий держится за ногу. Антон Гусев запускает Ивана Крештопа. Выбивает у него мяч. Как красиво. Ну, конечно, с нарушением. С нарушением только можно было забрать у Ивана мяч. Конец сейчас надо сделать. Резину поменять. Видите, вот одна игра была. Новая резина была. Все зависит от поля. В Кирпелях не первой свежести. Поэтому на их поле резина быстрее трется. Ничью бы скатали бы. Уже очко бы взяли, понимаешь? Уехали бы с очком. А так мы дополнительное. Теперь Колосу надо выставить против атак команды Металлург. Ну, Металлургу тоже смысла нет. Сейчас тянуть время, потому что надо или забивать. Потому что любой пропущенный гол, мы видим в этой игре, может быть решающим. Еще и... Ничь неправильно. Там темнеет раньше. Поставили игры в пять часов. Мы заканчивали уже. Вообще ничего не видно. Можно было, да. Сумерки надвигаются. Возможность уже для игроков становится темно. Нет, а четыре подлака нужно в две чемпионаты. Чтоб наигрались. Я представляю, как там находиться. А вообще, если здесь переживаешь. Ну, спорят игроки. Я думаю, судьям надо чуть-чуть жесткости проявить. Ну, в обед приехали в гостиницу. Лежим, отдыхаем. Лежу, проигрую, думал. Само руки... Теют, мокрые. В ладони. Уже с обеда уже мандраж был. Это хорошо, когда думаешь об игре. Посмотрите, какая игра. Семен Халин между двух игроков. Гол! Семен Халин. Выводит команду Кола вперед. Самое главное, что физическая подготовка прошла плодотворно-предсезонная. И вас хватило при таком судействе, я бы сказал, нелояльно. Вы выдержали этот напор? Все с травмами. Ваньке спина. У меня рука болит. Все таблетки пили. Леха тоже на таблетку. Скажи, наши препараты не внесены в список вата. Вот так и живем. Продолжается финальная часть чемпионата России по потопову 2021 года. С тяжелой победой. Я вообще такого не понял. Конечно. Женская футболка была на рынках. А уже точно с ними переигрывать не будем? По отношению к Рошке, тут тоже надо прислушиваться Георгиевичу. Тем более, игра шла, надо было до конца бомбить. Ахолон чуть-чуть, послушай, старого волка. Он-то много видел. Может, еще и психологически это. Все на его совести останется. Это нужно наказывать. В принципе, и радостно, что первое место и не играли. Популярность создает, известность создает действительно телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!